здравствуйте друзья с вами я наталья гуляя по заброшенному парку и вот вспомнилась мне история которая сегодня утром прочитала и решила с вами поделиться потому что как бы парк мне об этом напомнил история такова что значит было организовано групповое воскресное столпотворение 28 женщин стран то есть восточной европы это же я по-русски должна восточной европы которые организовали обед позднее обеденное позднее утро то есть то это обед где-то позднее утро 12 часов они организовали и значит карабинер которые проходили мимо которые делают обход обнаружили вот это столпотворение что 28 сиделок которые естественно работают с нашими пожилыми людьми они организовали праздничный обед воскресный или какой там 1 марта это было то есть обрадовались наверное первому дню весны солнце и все такое в центральном парке города баллоне когда на лавочках 28 человек вы можете себе представить это столько много людей это же не 23 человека и то есть было нарушение режима ковида оранжевой зоны строгое нарушение и обнаружив вот такое количество людей наших всех 28 женщин оштрафовали вы можете оштрафовали на 400 евро вы можете себе представить какое хорошую сумму денег принесли в казну наши женщины работая естественно это где-то пол их не зарплаты потому что где-то так и зарабатывают обычному баллу не может чуть меньше ну и так ну я считаю половина вот хорошо повеселились дорогие мои женщины я вас просто хочу предупредить этим еще что впереди 8 марта в каждом городе у нас сейчас только белая зон зона это сардыния все все остальные наоборот повышают уже и красные зоны больше сделали вот я нахожусь данный момент лигурии нас почему-то открыли но это не факт что с понедельника нас опять не переведут открыли в желтую нас не переведут в какую-нибудь оранжевую или там теперь и оранжевые делятся более светлая более темные зоны поэтому это очень серьезный такой вопрос и я к тому девочки что ну поедете вы куда-нибудь подальше не в центральном парке поотмечайте но где-нибудь на крайне города дома тоже нельзя собираться вот ездят штрафы штрафовали итальянскую молодежь 20 человек квартире отмечали праздник и соседи настучали и они тоже какие-то там штрафы получили но я точно не помню помню какие также в лондоне 20 человек тоже гуляла молодежь и тоже соседи настучали то есть когда вы выходите на выходные старайтесь читать в какой зоне вы находитесь и что вы можете делать или спросить у тех же ваших хозяев потому что ситуация как я говорила абсурдная в италии вот с этими зонами мы находимся как знаете нами играют в шахматы сегодня пойду пешкой вот сегодня такая у нас погода там потом пойду слоню слоном конем или поставлю шахмат вот мне кажется так в италии играют и как бы для нас это не очень хорошая ситуация и не только для нас естественно для всех итальянцев вот видите молодежь тоже хочет погулять их штрафуют и что же делать и все такое вот что еще тут было написано ну да в принципе такое больше ничего а что еще хотела сказать маг мага и возможно даже поэтому в баллоне сегодняшнего дня сделали красную зону можете представить что этому могли посодействовать наши сиделки не было указано конкретно национальности но я думаю это были все русские жительные женщины потому что именно нас так называют мистра женщин восточной европы вот такие вот дела товарищи будьте осторожны конечно праздника нам всем хочется особенно 8 марта но смотрите по ситуации только на сардинии по моему можно отдыхать нормально сейчас в италии и желаю всем всего хорошего с наступающими всех праздниками смотрите за новостями если вы не понимаете итальянский язык то уже спросите у кого-то можно ли сегодня это делать нельзя когда вы идете на выходной потому что послание не дает а потом раз и в клеточку сажают и от неожиданности вот видите как получается никто не хочет платить по 400 евро штрафа всем желаю всего хорошего до свидания до новых встреч пока пока